Сегодня представители кредитных организаций встретились в Доме правительства, чтобы открыто и честно поговорить о наболевшем. К слову, в таком формате Совет банков, организованный при главе Чувашии, встретился в последний раз. В дальнейшем это будет отдельный комитет при Высшем экономическом совете, который создан в республике. Его курирует депутат Госдумы Анатолий Аксаков. В пятницу состоится первое заседание Совета, где каждый сможет высказать свои идеи по развитию региона. Но предложения к законотворцам от руководителей кредитных организаций прозвучали уже сегодня. Например, директор филиала Росельхозбанка Ирина Письменская отметила, что по уровню закредитованности населения Чувашия занимает лидирующие позиции. И есть отдельная категория граждан, которая погашать долги не торопится и объявляет себя банкротом. Причем порой это далеко не бедные люди. Вы хотите упростить в Госдуме закон о банкротстве, его упростить на физических лиц, сделать там абсолютно другой подход, бесплатно и так далее. А риск для банка кто-то будет защищать? Если вы сейчас упростите закон о банкротстве, они все пуговонно будут банкротиться. Там будет уже шаг 50 тысяч, да? А как вот этот закон двигается и как кто нас защищает? В огромных домах живут, при этом банкротятся как физики. Эта тема требует оценки для того, чтобы привлекать к ответственности заемщика. Банкиры также затронули тему искрощитов. Теперь воспользоваться деньгами дольщиков застройщик сможет лишь после ввода объекта в эксплуатацию. Зачастую на оформление документов, подтверждающих, что дом соответствует всем нормам, уходит не один месяц. И компания не имеет возможности вложить средства в новый объект, что тормозит развитие строительной отрасли в целом. Представители банков вышли с предложением внести определенные изменения в российское законодательство.